А вы в курсе, что несмотря на санкции, интерес зарубежного бизнеса к Краснодарскому краю только растет? По словам руководства региона, иностранному бизнесу создали тепличные условия на Кубани. И сегодня Краснодарский край уже входит в десятку лидеров по стране по состоянию инвестиционного климата. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну а о состоянии инвестиционного климата в городе Сочи мы сегодня говорим с директором Департамента экономики и стратегического развития курорта Миленой Поповой. Здравствуйте, Милена Сергеевна. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в нашу студию. Благодаря проведенным в Сочи Олимпийским играм в город пришли и большие инвестиции. Игры закончились 4 года назад, а интерес к городу со стороны инвесторов, он может быть начал снижаться или же наоборот круг бизнесменов, которые желают вложить деньги сюда в развитие города, в развитие региона, он как-то расширяет. Инвестиционный интерес к городу, безусловно, возник в том объеме, в котором мы сегодня его имеем и можем, скажем так, выбирать на самом деле. Он, конечно же, возник благодаря Олимпиаде, вы совершенно правы. Создана благодаря Олимпийским играм, безусловно, очень качественная инфраструктура, которая соответствует всем мировым стандартам. Безусловно, толчок сумасшедший. Вы тоже, мы все это понимаем. Но, помимо того, что это создано, создано хорошо, качественно, это нужно сохранить и нужно поддерживать. Вот здесь очень большую роль в развитии и в привлечении инвесторов играет безусловно региональный центр. Инвестор, помимо федерального интереса, губернатор края относится с, возможно, чуть большим трепетом к нашему городу. И за это ему отдельная благодарность. Инвесторы к нам идут достаточно интересные. То есть, слава Богу, на самом деле, сегодня закончился этот бум по быстротечным инвестиционным вкладам в жилищное строительство. Сегодняшний инвестор совершенно другого качества. И в этой части также, я считаю, что это заслуга наша общая и с органами местного самоуправления, и с активным участием бизнеса. А также население нашего города, потому что тот инвестор, который сегодня проявляет интерес к нашему городу, он социально ориентированный. Он не ждет быстрой отдачи. Это важно. То есть, наш город, он уникальный. И, конечно, инвесторы на нашей территории должны работать, это мое мнение, соответствующего уровня. Конечно, с социальной направленностью, потому что у нас с вами спортивная столица, у нас с вами деловой центр. Это площадка для серьезных масштабных мероприятий на уровне как страны, так и, собственно, региона в целом. Хорошо. Вот 14 и 15 февраля уже по традиции Сочи примет российский инвестиционный форум. Приведу такие интересные цифры. Если в 2002 году наш край подготовил для инвестфорума 70 проектов, то в 2018 году их уже было сотни. И в Олимпийскую столицу в поисках выгодных сделок приехали представители 63 регионов. И край заключил 212 соглашений на сумму 242 миллиарда рублей. Цифры, конечно, колоссальные. Какие проекты, представленные городом Сочи, были на прошлом инвестиционном форуме? На какой стадии они реализации? И сколько вообще было соглашений заключено на прошедшем инвестфоруме 2018 года? На прошлом форуме заключено было 7 соглашений с городом Сочи. Объем инвестиций составлял почти 18 миллиардов рублей. Для сравнения по росту, чтобы нашему зрителю было понятно, в 2017 году таких соглашений было 4. То есть мы, насколько это позволяет, сегодня наше инвестиционное пространство все-таки растем. Все соглашения, которые были подписаны на форуме, они реализуются, безусловно. Я остановлюсь, пожалуй, на самых основных. Значит, в стадии реализации сегодня, конечно, 3 проекта, которые реализует фонд «Таланты и успех». Это наша имидитинская низменность, наш Олимпийский парк. Это строительство крупнейшего, обращаю внимание, в Европе многофункционального киноконцертного комплекса с достаточно серьезной вместимостью. Это сцены на тысячу и на 300 мест с возможностью демонстрации, помимо обычных концертных программ, симфонических, эстрадных, концертных, оперных, балетных, иных театральных постановок. Ну и, безусловно, эта площадка в том числе и будет подразумевать возможность проведения каких-то деловых мероприятий и конгрессов. Второй проект – это строительство инновационной школы, также реализуемый негосударственный общеобразовательный центр для одаренных детей. Я думаю, что все уже об этом знают. Это три корпуса школа спорта и искусства, общая вместимость на 600 человек. Будет запущена уже в следующем году у нас гостиница, которая находится на улице Арджиникидзе. То есть первый этап закончен, и у них мы ожидаем ввод в эксплуатацию, прямо, может быть, в начале года. А также закончен первый этап проекта «Министерские озера», который реализуется в раздольном улице Тепличная. Тоже наше постолимпийское наследие, которое мы получили, это не завершенные строительством объекты. Сегодня инвестор тоже очень серьезный, уверенный зашел и уже первый этап реализовал. Мы в результате с вами получим первый, наверное, реализованный в границах нашего города проект по комплексному развитию территории. То есть это правильное развитие, когда мы получаем не только с вами жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, дороги, места парковок. Ну, все как должно быть в нормальном, цивилизованном, развитом городе. Поэтому, ну, будем надеяться, что все завершится строго по плану, как и запланировано соглашениями. А какие планы на инвестфорум предстоящий 2019 года? Какие проекты будут представлены на этом форуме? Ну, если говорить о конкретике, то пока об этом говорить рано. У нас в самом разгаре, скажем так, работа по подготовке к форуму, это, еще раз повторюсь, это очень серьезное имиджевое событие. Не только для города, но и для субъектов в целом поддерживает нас в этом очень администрация края и курирующие вице-губернаторы. Сегодня мы обсуждаем ряд проектов интересных, очень амбициозных, масштабных проектов, которые будут представлены. И я очень надеюсь, что мы их реализуем все вместе. В общем-то, я обращаю внимание на то, что мы поставили в приоритет развитие Лазаревского района. Наш район, который самый большой в городе, который не затронула олимпийская история. В этом есть как плюс, так и минус. Но вот плюсовую историю мы сегодня именно обыгрываем для того, чтобы определить и обозначить точки роста для района. Естественно, это улучшение инфраструктуры, это создание тех самых условий, которые повлекут за собой привлечение серьезных инвесторов, создание рабочих мест и, конечно же, улучшение нашей экономики, развитие города. Мы предполагаем строительство трех марин на территории Лазаревского района, потому как круизное сообщение, вообще морское сообщение. Город у нас с вами протяженный, и это очень удобно. И сегодня мы знаем, что наш морской порт, который находится в центральной части Сочи, он загружен. Таким образом, интерес есть. И, конечно, это точка роста. Безусловно, мы сейчас находимся в диалоге с РЖД. Это наш добрый партнер. И мы сегодня должны выстроить, я уверена, выстроим эти отношения, потому что железная дорога – это наш железнодорожный фасад города. Это то, что видит наш с вами турист из вагона поезда. И, конечно же, вся территория вдоль железной дороги, она должна соответствовать тем высоким критериям и границам, которые мы для себя обозначили. Поэтому мы предполагаем, что будут реализованы, ну, если не несколько, то один проект точно совместный с РЖД, как раз предусматривающий развитие полосы отчуждения железной дороги. Это, конечно, точки или площадки, я бы сказала, по развлечению нашего с вами туриста, потому что мы не должны забывать, город Сочи – это прежде всего курорт. Мы видим, в том числе, возможность реализации проектов сафари-парка, строительства, крытый аквапарк, очень серьезный и прочее. Ну, пусть это будет некоторым сюрпризом, и очень надеюсь, что очень приятным для жителей нашего города, потому что мы уверены, что они будут реализованы. Да. Вообще, российский инвестфорум, он открывает календарь экономических мероприятий в целом стране, ну, и для событийного внутреннего календаря города Сочи, конечно, имеет такое важнейшее значение. Насколько вообще такие крупные форумы и другого рода события, будь то спортивные или культурные, они вообще обеспечивают рост экономики курорта? Ну, я думаю, что на самом деле ответ очевиден на ваш вопрос. Конечно же, это потрясающий вклад в развитие экономики. И еще раз, если мы с вами из летнего курорта превратились во всесезонный курортный город, а помимо курортной индустрии и отрасли у нас развивается с вами социальное направление, это спортивные мероприятия, это деловые мероприятия, то есть тот бизнес, который к нам, у нас в принципе в течение года постоянно происходит мероприятие, это традиционно. И мы, безусловно, этому рады, потому что еще раз, помимо имиджевой истории для города и субъекта в целом, это безусловный большой вклад в развитие нашей экономики. Тот самый мультипликативный эффект, когда приехал бизнесмен на форум, бизнесовый совершенно, да, при этом съездил в наше казино, проехал в нашем прогулочном пароходе, сходил в наши прекрасные рестораны, съездил на экскурсию. То есть вроде как у нас деловая история, деловой туризм, но он за собой влечет развитие всех иных отраслей, потому что они сопутствуют друг другу. Естественно, это развитие транспортного сообщения, сегодня то количество рейсов авиаперевозок, да, которые организованы с Сочи и другими городами, они только увеличиваются. Мы не являемся исключением, то есть, конечно, есть внешнеэкономические моменты, это те самые санкции, которые нельзя говорить о том, что они не отразились на экономике нашей, и там, наверное, это отрицательно сыграло на круизном сообщении международном, я имею в виду, но в то же время повлекло за собой рост внутреннего туризма. То есть на самом деле в данном случае санкции повлекли за собой рост в другом месте. И наш турист сегодня в два раза по сравнению с прошлым годним периодом больше приехал на курорты Черного моря. Это, безусловно, большое направление и потенциал для развития, в том числе экономики Сочи, конечно. Но еще одно из серьезных и важных событий, которое Сочи примет уже в следующем году, это Международный фестиваль автомобильной промышленности. Перспективы его проведения здесь на побережье губернатор Вениамин Кондратьев обсуждал с представителями Ассоциации европейского бизнеса и международной выставочной компании в рамках празднования юбилея инвестиционной деятельности на Кубани. Смотрим сюжеты и далее вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Работодатель и налогоплательщик Краснодарского края. Только за прошлый год в бюджеты всех уровней и в небюджетные фонды страны поступило больше 46 миллиардов рублей компании с мировым именем. Как 25 лет назад, так и на протяжении всего этого пути мы всегда ощущали очень конструктивное, очень открытое отношение краевой администрации, городской администрации к инвесторам, возможность решать все самые сложные вопросы, находить по ним взаимопонимание и создавать то, что, наверное, любому инвестору важнее всего. Это предсказуемость политики, какой-то горизонт, который можно закладывать в бизнес-планы и планировать исходя из этого своего развития. И у компании много коллег здесь, на Кубани. В регионе развернулось производство фирм с мировым именем – Данон, Кнауф, Клаас, Бандюэль, Нестле. Они получили прописку в районах Краснодарского края. Но для дальнейшего развития нужно и самим делать шаги навстречу. Так наша делегация в мае этого года посетила Германию. В Берлине презентовали инвестиционный портфель. В нем больше 500 проектов в туристическом кластере, промышленности, сельском хозяйстве и инновационных технологиях. Это стало еще одной вехой развития деловых отношений между странами. Взаимные визиты только укрепляют экономику друг друга. С этими целями на Кубань едут со всего мира. Это и Армения, Швеция, Великобритания, Япония, Дания, Сербия, Чили, Китай, США, Чехия. И эта неделя для края выдалась по-настоящему урожайной на встрече с зарубежными инвесторами. Сразу две иностранные делегации побывали в Краснодаре. Вьетнамцы и финны планируют обмениваться опытом с нашими бизнесменами, открывать производство легкой промышленности. Сама атмосфера к этому располагает. Я учился в Москве, я учился на Иудрофак, Московского государственного университета, МГУ. Так что я сюда вернусь как домой. Я сюда приезжаю в первый раз. Я уже по городу погуляю и знаю, что ваш город очень красивый. Все больше партнеров Кубань привлекает благодаря экономическому форуму в Сочи, где как на ладони самые лакомые предложения для зарубежного бизнеса. Если в 2002 году мы подготовили около 70 проектов, то в 2018 их уже сотни. В Олимпийскую столицу в поисках выгодных сделок приехали представители 63 стран. Наш край заключил 212 соглашений на 242 миллиарда рублей. И Сочи вновь будет в центре внимания всего мира. Вениамин Кондратьев обсудил с представителями Ассоциации европейского бизнеса и международной выставочной компании проведение фестиваля в сфере автомобильной промышленности. Он может пройти в июле следующего года именно в Олимпийской столице России. Для нас очень интересно узнать поподробнее на самом деле, какие ваши цели и задачи. И конечно обсудить наши взаимные здесь и интересы, и естественно максимально помочь вам реализовать данный фестиваль. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, мы готовы оказать максимальное содействие и бизнесу, и потенциальным инвесторам нашего края для того, чтобы событийные мероприятия в случае подобного мирового уровня проходили. Это источник движения и роста экономики как нашего региона, так и конечно стран. По итогам прошлого года Сочи принял около 7 миллионов туристов. Поэтому ваше мероприятие, ваш фестиваль позволит туристам совместить отдых на море с познавательным туризмом. Подобный фестиваль может быть знаковым не только для июля, но и для всего лета в городе Сочи. Мы пришли к выводу, что лучшей площадкой для проведения автомобильного фестиваля будет Сочи. И мы хотим создать концепцию, которая будет работать из года в год. Я уверен, что у края есть огромный потенциал и он может стать визитной карточкой всей России. Именно такие масштабные проекты делают привлекательным наш регион для зарубежного бизнеса. Это своего рода реклама инфраструктуры и возможности региона. Вениамин Кондратьев уверен, у инвестиционного будущего Кубани грандиозные перспективы. И тот, кто придет в наш край, станет не просто партнером, а другом. Это уже подтвердило время. За 25 лет зарубежный бизнес, несмотря на финансовые катаклизмы, остался на кубанской земле. Я, коллеги, вам благодарен за смелость и за риск, уважаемые наши иностранные партнеры. За то, что невзирая на пленую неопределенность и многое-многое другое, о чем рассказывают там, в средствах массовой информации, в ваших странах. Вы рискнули зайти со своими собственными инвестициями в Краснодарский край, в Россию. Зашли, я уверен, не проиграли. Каждый субъект Российской Федерации старается максимально модернизировать различные отрасли экономики, максимально привлекать инвесторов для того, чтобы зайти на те полки, которые сегодня от импорта высвобождаются. И мы, конечно, тоже стараемся. Ну и вы, которые сегодня уже являетесь производителями, российскими производителями с иностранными брендами, только тоже выигрываете, потому что сегодня вы являетесь нашими кубанскими производителями. У вас прямая отвлитая дорога на российский рынок. Время доказало и подтвердило и оправдало вашу смелость и риски. Я еще раз хочу вам сказать слова огромной благодарности за то, что в свое время на пленном историческом пути развития ваших компаний вы приняли решение инвестировать в Россию, инвестировать в Краснодарском крае. Иностранному бизнесу создали тепличные условия на Кубани. По данным специалистов, наш регион вошел в десятку лидеров в России по состоянию инвестиционного климата. Здесь для заграничных партнеров есть и налоговые преференции, и льготы, и субсидии. От этого и внушительные результаты. Сейчас на территории края реализовано больше 50 инвестиционных проектов в самых различных отраслях на общую сумму в 18 миллиардов долларов США. Это все налоговые отчисления в бюджет и новые рабочие места. А еще надежный фундамент завтрашней экономики Кубани. Инна Чайко, Денис Москаленко и Алексей Комаров. Кубань, 24. Краснодар. Вот вы говорили о санкциях. Надо сказать, что несмотря на эти санкции, все-таки интерес зарубежного бизнеса к Краснодарскому краю, он с каждым годом только растет. И приведу буквально несколько свежих примеров. Например, бизнесмены из Вьетнама хотят открывать здесь, в регионе, предприятия легкой и текстильной промышленности. Немцы уже готовы инвестировать в производство инструментов для сельского хозяйства. А интерес конкретно к городу Сочи со стороны иностранцев, он растет или нет? Есть или нет? Да, хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что вот здесь, возможно, наш зритель не все успевает читать и видеть, но мы оцениваем очень высоко тот рост интереса от иностранного инвестора, который наблюдаем в последнее время. Вы знаете, парадокс. Несмотря на санкции, на ограничения серьезные, иностранный инвестор только больше и больше проявляет интерес к нашей экономике. Я имею в виду как экономику в целом, так и экономику нашего субъекта и нашего города. Несмотря на ограничения, к нам приезжают наши близкие соседи, это турецкие представители, болгарские, мэры городов, для того, чтобы обсудить возможность круизного сообщения между нами. Несмотря на санкции и достаточно жесткую позицию Германии, немецкие инвесторы очень высоко оценивают потенциал Краснодарского края и серьезное сотрудничество. Насколько я знаю, достаточно серьезный объем инвестиций в край уже направленный. И коллеги из Германии видят развитие, безусловно, потому что привлекательный регион. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивает, что привлечение бизнеса, который готов вложить деньги и в развитие города Сочи, и в развитие края в целом, это задача не только экономическая, но и в том числе политическая. Как можете прокомментировать такое утверждение губернатора? Ну, на самом деле Вениамин Иванович совершенно прав, и его позиция коррелирует с позицией президента нашей страны. То есть, безусловно, мы в первую очередь должны думать, наверное, в масштабе о политике, а во вторую очередь об экономике. Я все-таки ближе к земле, поэтому я отвечаю за экономику города и стратегическое развитие нашего города, безусловно, без отрыва от Краснодарского края, куда мы с вами входим. Для нас, как для Департамента экономики, естественно, политическая открытость, доступность наша, прозрачность – это самое главное. Конечно, мы заинтересованы в привлечении, потому что, как только мы привлекаем, создаем точку роста в одном месте, мы сразу же с вами, вот опять, мультипликативный эффект, то есть мы на самом деле развиваем сразу многие направления, это рабочие места, это налоги, это социальное благополучие, наверное, это правильное население, это самое главное. То есть наш с вами человек в итоге получает доступную, неправильно, недоступную, а качественную, безопасную и достойную среду для жизни. Но на Кубани за последние три года количество крупных инвестпроектов увеличилось в полтора раза. Однако эти цифры не будут иметь абсолютно никакого значения, если они не отразятся на жизни простых кубанцев, акцентирует губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Давайте его послушаем. Самое главное, насколько эти инвестсоглашения реализуются в рабочие места и налоги, вот что сегодня главное. И если мы будем все время говорить о том, что у нас вот такое количество инвестиционных соглашений, вот такой объем инвестиций, а не будут появляться ни рабочих мест, ни дополнительных налогов, тогда вообще никому эта профанация не нужна, поверьте. И мне не нужна, и вам не нужна, и жителям края тем более. Я четко ставил задачу. Посмотрите, где проекты, а где прожекты. И уже по итогам трех лет можно понять, какое муниципальное образование специализируется на проектах с результатами, а какое на прожектах. Я еще раз подчеркиваю, не нужно заниматься очковочным террительством и профанациями. Нужно просто или качественно работать на стадии проработки и подготовки этих инвестиционных соглашений. Либо бумагу просто не портите, даже ее жалко. Просто выдайте результат, который будет измеряться, еще раз подчеркиваю, в рабочих местах, в количестве предприятий, естественно, и в налоговой базе, которая явно будет расти тогда. Тогда никто не будет сомневаться в том, что вы работаете именно на этот результат, на результат района и на результат края. Ну вот, чтобы выяснить, как ведется работа с бизнесом, в каждом из муниципалитетов Кубани в регионе составлен краевой рейтинг. И основные его критерии – это объем привлеченных инвестиций и количество реализованных таких крупных масштабных проектов. Какое Сочи место занимает в этом краевом рейтинге и что предпринимаете вы, как представитель городской власти, для того, чтобы с каждым годом улучшать позиции в нем? Несмотря на то, что наш город небольшой и численность населения чуть-чуть выше полмиллиона человек сегодня, мы вторые в крае. То есть первое место по объему инвестиций по итогам года прошлого занимает, конечно, Краснодар, столица региона, и это понятно. Но на втором месте – это Сочи. Несмотря на то, что, еще раз обращаю внимание, что мы несколько иной город, и направленность у нас другая. Но, тем не менее, второе место в этом рейтинге мы заняли из 44 наших муниципальных образований, наших соседей. И если в деньгах, то это порядка 43 миллиардов рублей мы привлекли в развитие нашего города. В ходе нашей беседы мы с вами выяснили, что в Сочи созданы замечательные условия для инвесторов и российских, и зарубежных. А что касается работы с нашими местными предпринимателями, какие шаги предпринимают городские власти для того, чтобы и малый, и средний бизнес развивался? Может быть, какие существуют сегодня программы? Да, конечно. Малый и средний бизнес – это как раз то направление, которое, безусловно, требует, может быть, чуть большего внимания со стороны власти. Это тот бизнес, который без поддержки, наверное, все-таки не выживет. Возможно, я достаточно жестко говорю, но по моему мнению это так. Сегодня законодатель в поддержку и в развитие указов и наказов президента страны создал на уровне законодательным ряд возможностей, назовем это так, для поддержки. Вот я вам скажу таким образом, все те меры поддержки, которые сегодня предусмотрены на уровне федерального законодательства, они все существуют, реализуются на территории города Сочи. У нас, естественно, принята в развитии соответствующая муниципальная программа, которая предусматривает, еще раз говорю, все виды поддержки. И мы делаем все возможное, чтобы наш бизнес только развивался и рос. Поэтому моя оценка очень твердая, хорошо. Елена Сергеевна, спасибо большое, что пришли, пришли, что разговор состоялся. Удачи на инвестиционном форуме. Надеемся, что количество соглашений, заключенных в этом году, будет расти, но инвесторов, желающих вложить деньги в город Сочи, будет становиться только больше и больше. Спасибо огромное. О состоянии инвестиционного климата в городе Сочи мы сегодня говорили с директором департамента экономики и стратегического развития администрации курорта Миленой Поповой. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...